Добрый день, друзья! Меня зовут Александр Кузнецов, я представляю сеть клубов Gold Fitness. Хочу особо поблагодарить наших ребят, наших клиентов за то, что они приняли активное участие в подписи обращения к губернатору. 17 числа, это у нас 17 августа, понедельник, мы возобновим работу клубов. К сожалению, клубы будут открыты, но будет ряд ограничений, которые мы не можем преодолеть до определенного времени. Надеюсь, в сентябре их снимут. Это закрытие бань и саун. Ждите, я думаю, неделю через две их откроют. Вода в кулерах будет, но вам придется приносить с собой свои бутылки питьевые или шейкеры так называемые. Стаканы, к сожалению, запищенные стаканчики пластиковые. Полотенца тоже в свободном доступе не будут, они будут отдаваться, а у вас на рецепции два полотенца в руке. Это преодолеем, я думаю, в течение двух-трех недель и вернемся к обычной нормальной жизни. И вот это такой неприятный для всех момент. Нахождение посетителей в масках. За исключением непосредственного времени тренировки и нахождение в душевую. Вот этот пункт всех напрягает и вызывает озлобление. Люди устали от этого. И вот посмотрите, какие пишут слова, например, по физкульту. Глупее, чем в магазине, придумали только в физкульт. Войти в маски и сразу после ресепшн ее снять. Но если маски нет, не пустим. Это не наша прихоть, это распоряжение федерального органа. И мы не можем, к сожалению, его преодолеть. Мы нашли другой путь. Вот к тем людям, которые так озлоблены и так с негодованием не хотят носить маску, мы предлагаем им внести 500 тысяч рублей на наш счет. Это стоимость штрафа за ваше нахождение маски в клубе. На физическое лицо накладывается 4 тысячи, а на нас 500 тысяч. И, пожалуйста, ходите без маски. Мы эти деньги пересетим в региональный бюджет, пополним его, все будут счастливы. А вы ходите, так сказать, нарушаете эти федеральные законы. Не от нас это зависит. Один из самых часто задаваемых вопросов это про заморозки в карты. Те, кто приходят в клуб, эта карта автоматически размораживается. А те, кто по каким-то причинам боится приходить в клуб или их не устраивает ограничения, то заморозка продлевается до введения третьего этапа, который продлевает значительное снижение ограничений. Перед тем, как протестовать против этих ограничений, вы просто придите в клуб и проверьте, насколько вам комфортно в этом клубе. Есть какие-то замечания или неудобства будут у вас, вы нам скажите. Мы это исправим, если это возможно, не нарушая федеральное законодательство. Еще раз прошу набраться терпения и будьте добры, выполняйте эти требования. Не ругайтесь на девчонок, которые будут у вас проверять температуру на входе, на рецепции. Опять это обязательное требование. Они ни в чем не виноваты. Не будьте похожи на тех, кто ругается на кассирших в магазинах. Не срывайте на них злобу. Они ни в чем не виноваты. Еще раз говорю, это федеральное требование. Удачи нам всем. Ну и до встречи в понедельник.